Добрый день, уважаемые посетители Центрального музея. Добрый день, уважаемые ветераны. Рады вас приветствовать здесь, в Центральном музее Великой Отечественной войны, который является сохранителем памяти побед нашего народа в Великой Отечественной войне. И по большому счету, если сказать, наша страна существует 1150 лет. Из них почти 800 лет мы воюем. И всегда поблагодарю, мы нация победителей. С победой вас! Я из семьи участников войны. У меня отец и мать воевали. Отец 22 июня 41 года, 46 год. Мать 23 июня 46 год. И когда было 65 лет победы, я написал им стихи. И хотел бы прочитать эти стихи и посвятить всем вам, уважаемые ветераны. О чем грустите вы, березы, над Аберийском наклонясь? Быть может, потерявших слезы, вы вспоминаете опять. А может, память и солдаты, что полегли на той войне, с тобой закрыли родную землю, и нас с тобой на земле. И мы живем, пока их помним. Ведь это наша боль с тобой. Россия! Русские солдаты! Примите наш поклон земной. Пусть будет ваша память свята. Не только в юбилейный день. Вы за березы прогибали. О чем грустят они теперь? Сегодня 9 мая. Все вам аплодируют. Все поют Аллилуйя. Наступит 10 мая. Что будет? Я хочу, чтобы 10, 12 мая и так далее, и так далее, и так далее, и сентября, и ноября, и прочее, прочее, вам все воздавали осану за то, что вы сделали для нашей земли. И вообще, вот я смотрю на первый ряд, здесь в большинстве своем присутствуют женщины. Женщина – это мать. Женщина – это тот, кто нам дал жизнь. Женщина – это тот, кто наравне с мужчинами защищал нашу Родину. Единственное, и всегда в истории наши женщины воевали. Да, были женщины в других армиях мира, но воевали только у нас. Их называли ночными ведьмами, и за всякий сбитый ПО-2 офицеру или лейтенанту Гермахта, в данном случае, в бате, который сбивал ПО-2, давали железной грязь, давали дополнительный отпуск. А на них летали беззащитные, хрупкие, милые женщины, которые сбросили на голову врага больше том, чем вся авиация Советского Союза. И есть такой, или был такой великий советский поэт и писатель Константин Симонов. Он писал, «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грузь, желтые дожди. Жди, когда других не ждут, позабыл вчера. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Как я выжил, будем ждать. Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Ну, я вот захотел эти степи до этого женщины за ваше умение ждать, за то, чтобы вы вдохновляли своих мужчин, защитников отечества, на понятно, какие дела. И я хотел бы вам поблагодарить, в первую очередь, Галякина Валерия Вячеславовича. Это президент Международного Союза, наследники победы. Это те, кто сегодня делает концерт. Поэтому Валерий Вячеславович делает доброе дело. Здоровья ему, долгий путь. И мы хотели бы поблагодарить здесь за те подарки, которые были нам предоставлены для вручения ветеранов. Это компания «Инперия Баллокадров» и «Гранд АВ». А также потом нужно подняться здесь в 406-ю комнату. Там для вас, уважаемые ветераны, накрыть чай. И в данном случае мы хотели бы поблагодарить кедриковую компанию «Алёнка». Поэтому с праздником вас! И чтобы каждый день был для вас днём 9 мая. С праздником! Спасибо! Спасибо!